В принципе, людям, по большому счету, по барабану, это будет округ, или как бы это ни называлось, лишь бы у них, они не пострадали. Залесовский – один из трех районов края, где собираются изменить внутреннюю политику. Упразднить сельсоветы и создать муниципальный округ. Это приведет к централизации власти в райцентре, в частности, в вопросе распределения денег. Жители сел эту политическую трансформацию не понимают и боятся, что власть отдалится от них. Про какие муниципальные? А, ох, ну, я читал газеты. Как вы к этому относитесь? Ах, ничего не знаю. Ну, почему? Я к главе подошел, что-то сделал, а я туда за 100 километров поеду. Это мне никак. Пугает. Что именно? Ну, хотелось бы, чтобы все-таки руководители наши здесь непосредственно находились и видели наши проблемы наяву, а не понаслышке. Если наглядно, то вот как сейчас работает вертикаль власти. Население выбирает депутатов, а те выбирают главу сельсовета. Но с переходом на муниципальные округа вместо должности главы появится начальник территориального отдела по числу сельсоветов. Но назначать их будут не депутаты, а глава муниципального округа. И начальник должен не решать проблемы населения, а оперативно доносить их до администрации округа. Если сегодня ко мне пришел человек со своей проблемой, я ее сначала пытаюсь решать сам, как-то думаю, мысли где-то туда или сюда. Потом, в конце концов, обращаюсь в район. Когда будет округ, пришел человек ко мне, я сразу обращаюсь в район, и начинается решение вопроса. Я думаю, что в этом плане будет оперативнее. У начальника, вопреки опасениям жителей, сохранятся и полномочия по выдаче справок на субсидии, детские пособия, оформления в школу. А вот бюджетом сельсовет распоряжаться уже не сможет. Деньги будут сосредоточены в казне округа. И это одно из главных плюсов, считают чиновники. Большиталтайский сельский совет. У нас собственные доходы, у него всего 100 тысяч рублей. Мы дотации даем из бюджета 2 миллиона 145. Представьте, то есть этот сельский совет ничего не зарабатывает. А тратит он на себя миллион 700, то есть на содержание органов местного субсидия. Только на содержание. То есть, если мы посмотрим, сколько это процент от собственных доходов, то есть в 8 раз мы тратим больше, чем зарабатываем. Это значит, на благоустройство сел смогут направить больше средств, а еще перераспределить, чтобы решать более злободневные проблемы. Есть одна централизованная власть в районе. Она решает, где делать ремонт. И решает она одна, без передачи полномочий или на уровень сельсовета, или наоборот. Одноуровневая система управления муниципальная округа не новая для нашей страны. Она уже существовала около 20 лет назад. Кстати, муниципальные округа уже появились в Кемеровской области. Алтайские районы сейчас перенимают опыт у соседей. Процесс небыстрый. Но власти объясняют, переход на округ – непринудительная мера. Если против него проголосуют хотя бы в одном сельсовете, то район останется районом. Решаться ли на Алтае на эксперимент станет ясно в марте. Валентина Аскерова, Илья Халяпин. День с толком.